В Северском районе стартовал Месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. До конца февраля во всех образовательных учреждениях, домах культуры, а также ведомствах будут проходить мероприятия, посвященные воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и сохранению памяти о прошлых победах нашей страны. По традиции, открытие Месячника началось с автопробега. Стартует он уже не первый год с территории Северского ДСАФ. Большая колонна машин, украшенная флагами и знаменами, проследовала до Фивского дома культуры, в котором состоялось официальное открытие военно-патриотических мероприятий. В этом году Месячник проходит под девизом «Воинский долг, честь и судьба» и приурочен к 30-летию завершения выполнения боевой задачи советскими войсками в Афганистане и 25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. Перед открытием каждый гость мероприятия смог посетить выставку, на которой представлена военная атрибутика работы учащихся художественных школ на военную тематику. Одна из самых запоминающихся экспозиций – выставка авто- и бронетанковой техники из личной коллекции участника боевых действий в Афганистане, жителя поселка Афибского Юрия Фомичева. Эту коллекцию Юрий Евгеньевич собирает уже более 30 лет, всего в коллекции более 500 моделей. Главное действие развернулось на сцене Афибского дома культуры. Вера в свою страну и любовь в ближние – та основа, на которой строилось наше государство. Духовность всегда помогала пережить любые трудности. Все мы составляем один народ, потому что у нас у всех с вами одна история. Это история веры, история поражений, история победы. Всех вас поздравляю с началом этих торжественных и очень важных для нас мероприятий. Желаю помощи Божией всем организаторам и всем участникам, чтобы все задуманное свершилось, чтобы Господь снова благословил нас на этот год и чтобы этот год был верным. Я всех поздравляю с открытием месячника обороны массовой и военно-патриотической работы и желаю, чтобы этот месяц прошел по-настоящему, чтобы каждый житель нашего района мог еще раз вернуться в историю, в нашу с вами историю. На мероприятии вспомнили героев и жертв военных действий прошлых лет и в первую очередь, конечно, свидетели Великой Отечественной войны. В рамках месячника памятные значки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вручили блокадникам Нине Веревской, Валентине Гречко, Анатолию Грибкову, Александру Засорину, Михаилу Караченцеву и Эльзе Лишенко. Спасибо за память об лакарном Ленинграде. Спасибо, спасибо всем, дорогие люди. Берегите мир. Будет мир, будет хлеб. Будет хлеб, будет жизнь. И дай вам Бог, коль это в его власти, здоровья, долгих лет, любви и много-много счастья. Юным жителям Северского района есть на кого равняться. Подвиги героев войны служат настоящим примером для будущих защитников Родины. Дорогие друзья, дорогие товарищи, дорогие курсанты, дорогие дети, берегите мир. Мы должны призывать к патриотизму. Это говорится не то, что его просто призывать, его надо воспитывать, действительно сказано правильно. Воспитывать надо с детских лет, со школы, с детского садика, чтобы прорастали глубокие корни любви к нашей семье, любви к нашей Кубани, любви к нашей Родине. Много советских воинов осталось на полях сражений. Не все из них опознаны и погребены, сослужены честью. Немало солдат так и остаются сегодня неизвестными. Но, несмотря на это, подвиги этих героев навсегда войдут в историю страны-победителя. Завершилось открытие месячника возложением цветов в памятнику героям Советского Союза братьям Игнатовым. Руслан Лов, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Первый месяц 2019 года уже движется к своему завершению. В поселениях района подводятся итоги ушедшего 2018 года. Отчет о проделанной работе в Михайловском сельском поселении прошел с бурными обсуждениями текущих проблем. Основные вопросы, стоящие перед администрацией поселения, ремонт дорог, электрификация и газоснабжение. Остро стоит вопрос влияния утилизации рисовой соломы на окружающую среду. Этот вопрос глава поселения Елена Клеменченко отдельно обсудила с активом после окончания встречи. В планах на 2019 год остаются исполнение бюджета поселения, ремонт дорожного покрытия и, конечно, решение текущих задач, поставленных на контроль поручений. Схожие задачи на грядущие 11 месяцев ставит перед собой администрация азовского поселения. Глава поселения Алексей Подобный рассказал жителям о работе, проделанной в поселении за прошедший год. Азовчане, в свою очередь, выразили благодарность районной администрации и главе поселения за ответственный подход к проблемам населения. Авиастроительная компания Boeing впервые протестировала прототип беспилотного летающего такси. Испытания прошли в американском штате Вирджиния. Беспилотное аэротакси совершило вертикальный взлет, ненадолго зависло в воздухе и успешно село на землю. В ходе испытания специалисты проверили беспилотные функции аппарата и работу системы наземного управления. Летающее такси оборудовано электрическим двигателем. Заявленный запас хода – 80 километров. Длина беспилотного аппарата – 9 метров. Ширина – 8,5. В ходе следующего испытания прототип выполнит не только вертикальный, но и горизонтальный полет. В конце года Boeing также протестирует грузовую версию летающего автомобиля, который способен перевозить более 200 килограммов грузов. У беспилотного аппарата Boeing уже есть такие конкуренты, как аэротакси PopUp Next, разработанная компанией Audi и Airbus, а также беспилотные такси, волокоптер и аэромобиль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...